Как здороваться по-японски ученики 15-й гимназии уже знают на зубок. Еще в начале Олимпийского движения в Сочи во всех образовательных учреждениях стартовал международный проект «Одна школа, одна страна». Гимназии имени первого директора Николая Белоусова досталась Япония. Тогда-то здесь и началось знакомство с культурой и традициями страны восходящего солнца. Аригато. Изучать звучание и написание иероглифов, а также постигать азы таланта гейши Римма Геворгян начала четыре года назад. Во время визита одной из первых делегаций в гимназию японцы научили Римму правильно подавать чай. Надо протирать невыдимую пыль. Когда ты протираешь ее, твоя душа очищается. Надо к каждому предмету, начальной церемонии, относиться к уважению. И то, что необязательно, если ты будешь у тебя дома и хочешь сделать чайную церемонию, не надо специально одевать кимоно или специальный японский чай. Можно самим это в домашних условиях сделать и заменить на сочинский чай и обычный чайник. Ученики полюбили Японию, а ее жители – воспитанников 15-й гимназии. Во время визитов делегаций в Сочи эта школа в списке обязательных пунктов. На этот раз ее посетила молодежная женская сборная по футболу. Встречала их российская группа поддержки танцевальным флешмобом. После директор школы продемонстрировала гостям спортивные достижения учеников. Реальное подтверждение такого количества кубков грамоты медали футболисткам показали в спортзале. Массовые прыжки через скакалку настолько зарядили японскую команду, что они и сами решили попрыгать и даже сыграли футбол со школьной командой. Мы восхищены этой школой. Тут все такие гостеприимные, радушные. Нам бы хотелось, чтобы эти ученики посетили и наши классы. У нас тоже есть прыжки через скакалку. Да, жаль, что нам немного удалось пообщаться с ребятами, вашими спортсменами. Этот матч, пусть и не настоящий, оказался дружественным. Мы почувствовали единение наших народов, и это здорово, что есть такая возможность общаться друг с другом. Нам бы еще хотелось увидеться с этими школьниками. Они талантливые. Свои таланты ученики 15-й гимназии показали и в искусстве. Школьный танцевальный коллектив и хор подготовили для футболисток из Японии настоящий концерт. Песни, театральные постановки и, конечно, русские народные танцы. Тренеру команды даже предоставилась возможность получить мастер-класс. После танцев перерыв на обед. Воспитанники школьного кулинарного клуба японской кухни приготовили гостям их традиционное блюдо – роллы. Показали чайную церемонию, а закуской стали русские пышные блины со сметаной, вареньем или медом. Оригами, японские игрушки амигуруми и обереги темари также впечатлили гостей. Японское украшение носит и директор школы. Посмотрите, какое у меня необыкновенное украшение сделано нашими учениками. Мы разработали программу по темари. Конечно, это расширяет наши отношения и наши знания. Ну а самое приятное, что школа города Нагана прислала официальное приглашение ученикам нашей школы. И в сентябре этого учебного года мы едем вместе с детьми в Нагана и в Токио. А это значит, что теперь 15-я гимназия будет сотрудничать со школой в Токио, которой в рамках проекта «Одна школа, одна страна» по счастливой случайности во время жеребьевки выпала Россия. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok